2 контрольный матч. Сегодня проиграли. Играли два тайма, оба тайма по разной тактике. Что понравилось, что не понравилось? Первый тайм был хороший. Вообще по движению, что по первому тайму, что по второму. Неплохое движение было, учитывая то, что это сборы и то, что мы играем под нагрузкой. Если брать игру и разложить по таймам, то по первому тайму было больше такой содержательной игры. И достаточно неплохие моменты были. Но, к сожалению, этот нелепый гол пропустили. Во втором тайме немножко попробовали поиграть по другой тактике, как говорят, с листа. И можно сказать, что не разобрались. Разобрались, причем во всех линиях. Не только в обороне, что, наверное, самое главное, но и в средней линии, и в атаке. Ошибок много было при прессинге, при отборах, много потерь было. Я думаю, что это все равно игра пойдет на пользу. Потому что волей-неволей нам эти моменты нужно наигрывать. На это есть время. Может, мы какие-то моменты изменим, я сейчас думаю, и по тактике, и по составу, который выходил в таком сочетании. Поэтому будем искать разные варианты. И так все ребята покажут, естественно, так и от этого будем оттолкляться. По составу Юсупов поберегли? Ну, конечно, он приехал два дня только тренируется. Какой смысл его выпускать на игру? Это чревато. Можно получить травму. Поэтому нет. Нужно, чтобы он немножко пришел в себя. Я думаю, что следующий матч у нас 10, там уже посмотрим. Может быть, какое-то игровое время дадим. А может быть, и перенесем все на 14, если я не ошибаюсь, на следующий матч. Поэтому я думаю, что торопиться не надо. Нужно, чтобы он полностью... Ну, полностью понятно, что до полного... Как тебе сказать... Для полного... Так, набрать физические кондиции нужно время. Но думаю, что уже в ближайших играх какое-то игровое время он будет получать. Ну, он тренируется в общей группе, то есть болячки в стороне всех? Да, да. Все нормально в общей группе. Все рекомендации, которые были после операции даны, мы соблюдали. Вот. И поэтому сейчас уже сказали, что может получать полный объем работы. Но можно сказать, что он все эти моменты начинает с нуля. Поэтому, конечно, ему тяжеловок. Учитывая, как ребята, сколько ему пробежали и сколько такой объем работы сделали, конечно, ему немножко нужно подтягиваться к ним. Шерифулин? Шерифулин заболел. Температура 39. Ну, доктор, наверное, лучше объяснит эти моменты. Но вот так получилось, что где-то или вирус подхватил или что-то. Поэтому сегодня решили даже смысл. Если человек два дня лежал, смысл опять же рисковать. Поэтому до полного выздоровления. Болельщики интересуются по Антипову. Его даже нет на сборе. Ну, Антипов провел курс лечения. У него было подозрение. Ну, я так терминологии не знаю. Но были определенные проблемы. Я сейчас не буду говорить, что за проблемы, да, озвучивать. Вот. Но вроде бы, как мне сегодня дали информацию, то что вроде бы все пошло на поправку. Вот. И может начинать тренироваться. Поэтому, думаю, в ближайшее время мы определимся, когда ему нужно будет прибыть на сборку. Спасибо. Ждем следующего матча.